Мы уже в центре города Иерусалим Команда гостей придерживается крайне левых взглядов Команда хозяев наоборот, крайне правых взглядов Весь стадион гудит, очень-очень крутая атмосфера Романтика Приветствую, с вами Ваня Романтик Еще месяц назад, возвращаясь из своего путешествия, я даже подумать не мог, что во время выпуска этого влога Вся Москва будет сидеть по домам, ну а я, как ни в чем не бывало, буду ходить на работу Чтобы хоть как-то скрасить ваше пребывание дома, я представляю вам вторую часть моих спитаний по Израилю А именно, в городе Иерусалим Вперед! Спустя час мы уже в центре города Иерусалима, зашли в хостел Заселение у нас где-то в районе 3 часов, мы хотя бы там оставили часть вещей, чтобы было не так тяжело ходить А этот город называется священным, поэтому сейчас мы пойдем как раз в центр Будем смотреть всевозможные достопримечательности Сообщение между двумя городами, кстати, очень хорошее Ездят и автобусы, ездят и поезда Мы же хотели немножко сэкономить и попробовали застопить машину, но так как это хайвей, очень сложно и практически нереально остановить машину Поэтому мы пустую потратили минут 40, простояв на остановке, которая как раз находится возле выезда на хайвей И решили все-таки поехать на поезде Билет стоил на одного человека 22 шекеля Что в переводе на наши деньги в районе 400 рублей Ну такая не самая дешевая цена, с учетом, что ехать максимум часа пол, может быть минут 40, точно не больше Одна из особенностей исторического центра города, это материал, из которого построены все здания Иерусалимский известняк За счет него архитектурный стиль выглядит очень целостно А сам центр оставил довольно противоречивые ощущения С одной стороны, для верующих здесь святые места Толпы людей едут посмотреть, поклониться и прикоснуться к святыням Но по факту это все напоминает огромный рынок, где на религии хотят сделать деньги Так вот выглядят старые улочки Иерусалима Сейчас идем от храма Гроба Господня к стене плача Вот вышли на какую-то улицу, где нет очень много людей Так, конечно, красиво Пройдя пару кварталов, мы оказались у стены плача Главной святыни для евреев Стена разделена на две части, так как мужчины и женщины молятся отдельно Вообще, Израиль – страна, где плотно пересекаются религии, христианство, иудаизма и ислама А этот город – как лакмусовая бумажка Если у входа к стене мы встретили такую компанию То в 20 метрах оттуда ты уже окунаешься совсем в другую атмосферу Красивый вид И не очень красивый вид На этом крутом месте, я думаю, стоит закончить с туристической частью этого влога И переместиться теперь уже ближе к футболу Сейчас мы пойдем в хостел, а потом из хостела уже выдвинемся к стадиону Который находится, кстати, на окраине города И до него довольно прилично идти от центра До туда точно дойдем, а обратно уже будем смотреть Романтика! Мы шли, шли, шли и наконец-то дошли За это время уже успело стемнеть И, как вы видите, за моей спиной стадион Тедди Почему такое название? Бывшего мэра Иерусалима, который очень-очень долго находился в своей должности Зовут Тедди Колик Во время того, как он занимал эту должность Собственно, этот стадион и построили А построили его в 1990 году Правда, тогда он выглядел немножко по-другому Но сейчас это полноценный четырехтрибунный стадион В котором местимость чуть более 31 тысячи Идем за билетами и будем заходить внутрь Я не знаю, будет ли меня слышно или нет Тут очень-очень громко и матч еще до сих пор не начался Вот они, два заветных квиточка А если быть точнее, это аккредитация Благодаря которой мы попали сегодня на футбол Идем искать свои места Фанаты уже как следует разогреваются Я думаю, сегодня будет очень жаркий матч Матч для фанатов принципиален еще и тем, что Команда гостей придерживается крайне левых взглядов А команда хозяев, наоборот, крайне правых взглядов Из-за чего накал борьбы и на поле, и переклички между фанатами друг к другу Возрастает еще сильнее в камеру Из-за чегоarc Субтитры создавал Dedi Ультрас Битара по названию Ла Фамилия Ла Фамилия переводится как семья Ну и на баннере было написано Только сильная семья может выжить 15 лет исполнилось этой Ультрас группе не так давно Чему собственно и посвящен был Этот весь перформанс Да, конечно, когда весь стадион стоит А ты сидишь за столом Очень непривычное ощущение Такого рода аккредитацию получили вообще впервые У нас тут, получается, все остальные комментаторы И так далее, люди с аккредитациями Весь стадион гудит Очень-очень крутая атмосфера Но само качество футбола пока не очень Гостевые фанаты также подготовили перформанс Но походу у них есть какие-то проблемы Либо они его неправильно заготовили Потому что он как-то вообще по диагонали растягивается Они уже минут пять не могут развернуть полотно Вроде как-вроде как подводят все это к концу На полотне, как видите, написано Ультрас для левих Баннер в поддержку Без каких-то условий Ультрас для левих 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 Как я понимаю, во всем Израиле есть одна проблема, вся фанатская трибуна забита, как видите, но поет только одно ядро рядом с лицевым маленьким баннером на фамилии, что не скажешь о гостевых фанатов. Гостевая трибуна, конечно, очень крутая и слаженная, но выезд на ту и выезд, чтобы поддерживать свою команду. Мы должны были быть вот на той трибуне. Я через своих знакомых пытался найти выход на LaFamilia, у меня это получилось. Мы общались с одним из представителей LaFamilia, но он поставил такое условие, что мы можем тебе показать, рассказать про все, что у нас есть, но тогда ты не будешь общаться больше ни с кем из фанатов в этой стране. Я подумал, что будет интереснее все-таки рассказать про всех, потому что мы запланировали несколько матчей, поэтому мы находимся здесь. Я нашел еще другой контакт и у нас получилось попасть в пресс-ложу, поэтому мы смотрим футбол по аккредитациям. На эмблеме местного клуба изображена минора, это, я думаю, всем известное изображение, это подсвечник, который есть в каждой еврейской семье. Кстати, многие путают минору с ханукьей. Ханукьи это похожая вещь, но это светильник. И чем они отличаются? Ну, во-первых, их зажигают на разные религиозные праздники, плюс на миноре семь свечей зажигается, а на ханукьи девять. Получив оплеуху в виде пенальти и пропущенный гол в стартовые десять минут, Бейтарь завладел мячом и постоянно осаждал ворота гостей. Думаю, владение в процентах было бы где-то 80 против 20, но в забитый мяч это не переросло. У нас идет перерыв, счет 0-1 не в пользу Бейтара, как вы понимаете, название команды это вообще аббревиатура, которая расшифровывается как Союз Иосифа Трумпельдорфа. Не будем вдаваться сильно в историю, просто скажу вам, что этот человек это уроженец России, он родился в Пятигорске, ну а потом был очень известным политическим деятелем. Ведут какого-то болельщика, видимо парень хотел выбежать и с кем-то поздороваться, про кого рассказывал как раз человек в микрофон, но его задержали в секьюрити. На стадионе очень шумно, поэтому мы решили подняться немножко повыше. Сейчас мы на трибуне Маарави, что в переводе означает стена. В принципе в Иерусалиме одна из главных достопримечательностей это как раз стена плача, которая также называется Маарави. Ну а напротив нас активная трибуна, это трибуна под названием Мизрахи, что в переводе означает, насколько я знаю, восточные евреи, то есть трибуна евреев. Именно эти две трибуны здесь и появились первыми. Сначала при постройке была западная и восточная трибуна, потом появилась третья трибуна, ну и окончательный вариант стадиона получился в 2013 году. Когда была достроена четвертая трибуна. Из этого и получилась такая огромная вместимость. Но, насколько я знаю, в планах сейчас увеличить стадион еще больше и он будет вмещать в районе 50 тысяч человек. Что, Лера, как тебе жаркий футбол? Ну, не знаю. Я бы сказала, довольно скучно, несмотря на то, как кричат фанаты. А погодка, как тебе жарко? Аж пар идет изо рта. Да, на самом деле, по сравнению с Тель-Авивом, очень чувствуется перепад температуры. Здесь, как я понимаю, выше территории, поэтому мы уже довольно сильно подмерзли, потому что сидим в ветровках. Общий рисунок игры во втором тайме не изменился. Бейтар безуспешно атаковал, ХПЛ огрызался в контратаках. Если честно, ожидал немного большего от местных фанатов. Да, был красивый перф. Порой они, конечно, выдавали мощный звук, но большую часть времени шизило человек 200. Для такого матча, мне кажется, это маловато. Как сказал мой знакомый, нужно забить, чтобы забила душа. Такой здесь менталитет. Но Бейтар не забил. Бейтар в своих стенах проиграл со счетом 0-1. Если вам понравился этот выпуск, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Ну, а мы идем домой 4 километра до хостела и будем отдыхать. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok